Компионат России по хоккею с мячом еще не начался, как бы то ни было, но в Красноярск отправилось чуть больше 40 сепскановских фанов, плюс иркутская пресса. Два вагона, а не четыре, умытые иркутским дождем, ушли в то утро на Красноярск. По признанию всех тех, с кем пришлось работать в бригаде Иркутской государственной телерадиокомпании в ходе этой командировки, сепскана состоит из игроков полевых и тех, кто на трибунах болельщиков. И что особенно присуще так называемой объединенной иркутской команде, это то, что если нападающие защитники и вратарь теряют темп, устают, пропускают мячи, то на трибунах заводится настоящая машина болельщик, причем поддерживающая игроков в поле в самое тяжелое для них время игры. Сепскана за нашу победу! Да, дело в том, что волна была пущена. И лучше всех Евгений Гришев. Я еду на игру, посмотреть игру, как играет сепскана. Сейчас она уже будет в новом составе, уже изменена, то и что. Игроки там уже новые пришли, посмотри, как играет. Очень давно, когда только начиналось фановское движение в Иркутске, многие местные чиновники были напуганы. Но теперь все, массовые беспорядки нам обеспечены. Однако, как показало время, никаких массовых беспорядков не было до сих пор. Общий высокий класс сепсканы подтвержден классом иркутских фанатов. Вы согласитесь, что действительно иркутский болельщик, это болельщик номер один сегодня? Да, я такого больше не видел. Именно в Красноярске к нам никто больше не приезжал, кроме иркутян. А я вообще к иркутянам, у меня теща с Иркутской области. Ага, в земле? Да, я вообще, Валера Саян там же сыграет. Я вообще там, ну у меня вообще много друзей там. Саня Шишкин, Речкин, вратарь. Это мы вообще там лет, я не знаю, сколько дружим. Красавец Красноярск встретил иркутян снегом. Вспоминая иркутский дождь, мы слегка растерянные, вдруг сообразили, зима-то уже пришла. Вместе с зимой и русский хоккей. Открытие Кубка России сопровождалось многочисленной милицейской и ОМОНовской свитой. Что, впрочем, объяснимо. По стадиону пошел слух, что губернатор Александр Лебедь почти турнир в своем присутствии. Но, увы, приветственное слово досталось другому. Уважаемые красноярцы, уважаемые любители хоккея, фонсмены, трейдеры, уважаемые гости нашего города. Сегодня мы с вами присутствуем на начале открытия нового сезона на стадионе Енисей. Сегодня на этом стадионе стартует третий раз подряд лета Кубка России. Всем спортсменам, всем любителям желаем хорошей игры, хорошего настроения и, конечно, побед. Кубка России. Свой первый кубковый матч Сипскана играла с Саянами. Как известно, в этом сезоне именно в Саяны и Сипсканы ушли Михаил Бральгин и Алексей Терентьев. Сегодня ты играешь со своей Сипсканой. Ну вот с каким настроением будешь выходить на поле? С боевым, однозначно. Как говорится, это моя работа. Иркутские болельщики, ты наверняка их узнаешь по крикам и большим зеленым флагам. Они ведь будут поддерживать не только Сипскана, но и тебя тоже. Что бы ты им сказал сейчас? Ну я просто буду рад, если будут они меня поддерживать. Не только меня, также Алексея Терентьева. Потому что мы все-таки этому клубу Сипскане отдали немало. Из пяти голов, которые забили Саяны, два на счету Бральгина. Что ж, свою работу Михаил делать умеет. Даже главный тренер Сипсканы Борис Баринов отметил, что наш Бральгин выделяется в Саянах. Впрочем, матч-то выиграла Сипскана 6-5. И тех, кто забивал у нас, представлять не надо. Александр Шишкин, два гола. И по голу Валера Савин, Сергей Рагулев, Сергей Домышев и Олег Кулаев. Надо же было сборной России по футболу так попасть. Все истинные болельщики наверняка следили за этой игрой. Болельщики со стажем наверняка помнят, что именно в решающие моменты нашим футболистам вмешают наши же футболисты. То Яшин на Европе пропустит мяч между ног, то Анопко в отборочных сыграет рукой, то в финале Европы пропускаем 4 мяча не от самой сильной команды. Теперь вот пришла очередь Филимонова. Ну да ладно, не о футболе речь. Сипскановцы, отыграв вечерний матч, и естественно не могли не посмотреть футбол. Это был матч года. А в 8.30 иркутские хоккеисты уже стояли на ногах. И кроме того, за три дня Сипскана поменяла три часовых пояса. Сыктывкар, Иркутск, Красноярск. Судите сами, насколько была измотана наша команда перед вторым матчем с Сипсельмашем. И вновь лучшим в команде был Александр Шишкин. Еще два гола из четырех. Общий счет 4-3. Сипскана вновь победила. Тяжелый матч. Иркутяне вытащили исключительно за счет собственной силы воли. Тяжело. Сил нет. Адаптация дает знать о себе. Но тяжело после Сипскана. Домой сюда. Смена климата. Тяжело все. И сколько? 12 дней не катались. Второй раз на льду стоим. А это, сами понимаете, тяжело. Сила воли где-то. Ну где-то. Ведения немножко еще нет. Слабых команд нету. Сейчас все команды практически равны. За счет нету мастерства, за счет силы воли. Молодцы, ребята. Когда к эфиру готовилась эта передача, Сипскане оставалось отыграть еще два матча. В третьей игре из пяти, в первом туре, уже после отъезда болельщиков из Красноярска, Сипскана уступила 2-3 Енисей. В связи с этим уместно вполне выслушать тех, кто в 99-м, 2000-м годах будет отстаивать честь Иркутского хоккея в Кубке и Чемпионате России. Жень, как ты считаешь, в состоянии Сипскана в этом году стать как минимум серебряным? Я уж не говорю про золото. Безусловно. А на чем основывается подобное утверждение? Ну, по подвору игроков, по составу команды, я думаю, что и вполне реально занять второе место в этом году. Хорошо. Как тебе Красноярский лед? Мне кажется, лед для вот этого времени сезона в идеальном состоянии. Ты видел предыдущие игры, в частности с Енисеем? Да. Что ты можешь сказать о наших шансах? Именно на Кубок? Разумеется. Ну, я думаю, что по силам занять, попасть в тройку, которая проходит следующий этап соревнований. Не маловато? В смысле? Да, Сипсканы. На первое место? Я так понял вопрос, да? Ну, я считаю, что Енисе все-таки по накатине. Они давно стоят на льду, они все время тренируются здесь. Для нас на этом этапе, я думаю, что задача будет попасть в тройку в первую очередь. А какое место, это не имеет значения. А кто тебе из тех команд, которые ты только что вот видел на поле, понравился больше всего? Ну, Кузбасс и Енисей. Кто из игроков? Из игроков, ну, неплохо выглядит Ломанов, Венесей, Хануфриенко. В Кузбассе я бы выделил Месоедова и Губарева. А из наших? Ну, я думаю, что Домышев в хорошем состоянии, сейчас в неплохом состоянии. Из игроков полузащитный, наверное, Шишкин хороший, Вася Никитин. Состав немного, они слабее, чем в прошлом году. Даже, может быть, еще и лучше. Более укрепился состав, я сейчас думаю, что и мы претендуем, я скажу, на одну из наивысших медалей в этом чемпионате России. Так что, я думаю, мы... А откуда такая уверенность? Ну, я думаю, что мы по сравнению с прошлым сезоном, думаю, что более подготовились. И у нас очень сейчас равноценный состав, у нас конкуренция сейчас в команде по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что мы... Здоровая конкуренция? Да, здоровая. Все позитивное, позитивно, все верно. Вы знаете, что болельщики Сепскана сейчас находятся на трибуне, они специально для того, чтобы поддержать вас, приехали сюда? Да, знаем. И очень рады, конечно, будем стараться. А потому что это наш талисман как болельщики, они везде с нами. И, как говорится, в любом городе мы всегда знаем, что они за нас очень переживают. И мы несем большую ответственность, как говорится, в своем резюме. В каждом городе мы должны доказывать, что есть такая команда. Борис Федорович, две игры, две победы с минимальным перевесом. И вчера и сегодня многие разочарованы. Вы, как тренер, как вы оцениваете обе игры? Я, в общем-то, конечно, не удовлетворен, в первую очередь, игрой нашей команды. Ну, результат, в принципе. Мы в каждой игре играем на победу и знаем, что нужно во что бы то ни стало пробиться во второй этап. И на эти три места претендует три команды. Можно сказать, даже четыре. Вот неожиданно включились «Саяны» в борьбу за выход в финальную часть. Извиняюсь. Во второй этап. К сожалению, у нас выпал этап специальной работы в Цифтывкаре. Там, как вы знаете, должен был состояться международный турнир. Но по причинам техническим, можно так сказать, вышли из строя установки и лёд растаял. И, в общем-то, мы должны были быстро вернуться в Иркутск. И вот эти девять дней в Иркутске мы, в общем-то, занимались на земле. А в это время, вы сами прекрасно знаете, нужна, в первую очередь, специальная работа. Ну, и это, конечно, в конечном итоге сказывается на игре команды. Все команды, которые играют на этом турнире, в разной степени. Допустим, Новосибирск сыграл на ринг-бенде финальную часть. «Саяны» с первого числа тренировались и провели ряд контрольных игр. Иркутск, также «Инисей», «Кузбасс». Их видно воочию, что они подготовлены, специальная физическая подготовка. У них выше, можно сказать, даже на порядок. Поэтому нам очень сложно сейчас ввести борьбу, можно сказать, на равных. Тем не менее, я думаю, у нас время есть. И чемпионату все-таки нам удастся подвести команду к идеальному составу. Кого бы вы выделили, Борис Владимирович? Да я бы на данный момент выделять никого не стал. Единственное, скажу, что с уходом Терентьева, который у нас играл опорного стержневого полузащитника, у нас появились большие проблемы. К сожалению, тех игроков, которых мы пригласили, в частности, Сверидова, мы пробуем на эту позицию, меня не устраивает его игра по многим компонентам. Это означает, что будем расставаться с ним? Нет, пока не означает. Но дело в том, что на это место у нас пока большой вопрос. Мы ищем. К сожалению, из молодых, когда мы играли в Красноярске на ринг-бенде.